Мне нужен такой ирландец, по-любому нужен, и если они мне дадут его, я с радостью с ним разделю клетку. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Горилла Энерджи, ведь благодаря им мы можем ездить на все российские ММА-турниры, освещать их, а самое главное, что они дают возможность российским бойцам и промоушенам, таким как EFC, делать большое количество крутых турниров. Спасибо огромное Горилле Энерджи, это отличный энергетический напиток. Слева от меня стоит Магомед Магомедов, приветствую тебя, рады видеть. Расскажи, какими судьбами на турнире EFC? Да, я приехал, вчера прилетел в Соединенные Штаты, и здесь турнир делится, это мои близкие, Артур Гусейнов, Абдурахман дрался, приехал просто посмотреть, первый раз на Игл СМА на этом турнире, забитым как раз, приехал посмотреть, поболеть за наших ребят. Расскажи теперь немножко про выступление в Америке, уже две победы в Белатар, это хорошее заявление, причем победа уверенной. Да, я два года не дрался, и сейчас буду стараться как можно чаще проводить бои, уже как бы возрастной боец, тоже 29 лет, и хочу до конца карьеры провести как можно больше боев, радовать своих болельщиков. И самые большие амбиции у меня в этой лиге, хочу повыше добраться до титула. А что Резван вообще говорит по поводу перспектив, то есть сколько нужно боев провести для того, чтобы тебя там в Америке заметили, чтобы дали, ну может быть не титульный бой сразу, а какого-то интересного спортсмена, который в твоем весе в Белатаре есть? Уже как бы разговоры идут, он как раз с Резваном тоже только что разговаривал, и я думаю уже следующий боец будет из топ-5, где-то с именем, и я думаю через бой уже выйду на титул. Президент, скорее всего, будет следующий поединок. А в контракте сколько боев прописано? У меня 4 боя, ну на время, там нет, до следующего апреля. Последний бой у тебя получился очень зрелищный, победа была очень зрелищная, и в твиттере начали все писать в англоязычном, ну там самый распространенный твит был, типа как его могли не заметить UFC, типа как его могли упустить UFC, а какую ты получал реакцию на свою победу, ну то есть самую такую, может быть. Ну, я реакцию, что я-то свой уровень знаю, и я знаю, что я хочу драться с самыми сильными, то есть и хочу, как бы сказать, в какой лиге не находился, хочется быть номер один, и я следующий бой еще сильнее, если я заявлю, еще красочнее, постараюсь выиграть. И еще именитого бойца какой-нибудь, или Петиса, или там Каллахер, кто там переди меня стоит, я хочу их всех размазать, доказать, что наша школа намного лучше их. А ты уже готов в твиттере или там в инстаграме разгонять какие-то темы с жесткими вызовами? Да, я готов, сейчас просто чуть-чуть работа над английскими идет, вы сами знаете, в Америке английский язык это немаловажная вещь, и как бы стараемся сейчас, в следующий бой, после боя постараюсь на английском заговорить, как-то привлечь еще больше болельщиков, и кого-нибудь, ну я думаю, после следующего боя и так за пояс только буду указать. Как ты думаешь, может ли Беллтер проявлять к тебе больше интерес, потому что ты побеждал чемпиона, будущего чемпиона UFC Петра Аяна, и, соответственно, чемпион Беллтер может быть тем человеком, кто побеждал чемпиона UFC? Да, само собой, я тоже, когда при подписании тоже, на это тоже, я думаю, не смотрели, и интерес есть у них, они, я думаю, хотят тоже, чтобы я побыстрее за пояс подрался, и опять это, по идее, это не потерял титул, все знают, он как все считают чемпионом, и нормально. И можно второй вопрос, когда ты сделал бросок прогибом, комментатор, по-моему, сравнил его с броском Федора Емельяненко, с Кевином Рэндалманом, слышал ли ты это, вот от англоязычного комментатора, когда пересматривал, и приятно ли это? Наверняка ты помнишь бросок Рэндалмана в том бою. А, это первый поединок, когда первый поединок, когда он его за Кимуру взял. Да, мне скидывали, да, мне скидывали, что сравнивали, да, очень приятно, что когда я начинал, на Феде вот так смотрели, и когда сравнивают с его боями, очень приятно. А у тебя есть какая-то сейчас установка, что не нужно больше осторожничать, и если ты в Америке, то нужно вот показать, опять же, всю красоту поединка? Да, конечно, я сейчас в следующий поединок, я где-то планирую, где-то август, сентябрь подраться, и хорошенько подготовиться. Честно говоря, чуть-чуть подустал из-за того, что два боя так подряд подрался, хочется чуть-чуть отдохнуть. Но я, скорее всего, сейчас приведу домой, у нас Рамадан, и вместе с Рамадан буду все равно тренироваться, держать все в форме, чтобы как бы во все боевые настроения, чтобы уже готовился я. А не пришлось бы там после Рамадана, если отдохнуть сейчас резко, и придется потом форму набирать. А сейчас хочу держать форму, чтобы какие-то навыки еще лучше развить, чтобы в бою мог еще четко подраться. Мы сейчас посмотрели в октагоне, что ты очень многое умеешь, но еще не видели, как ты ведешь себя за пределами октагона. И вот если говорить про интересных соперников, если бы этим соперником стал Джеймс Галагер, не интересен ли он тебе в большей степени, потому что с ним, может быть, получится показать еще как-то себя со стороны. Там, условно, каждому бойцу из Дагестана нужен свой ирландец, который будет... Да, мне нужен такой ирландец. По-любому нужен. И если они мне дадут его, я с радостью с ним разделю клетку. И я думаю, один раз уже показали, что кто много болтает, что бывает. И если он много болтает будет, он тоже получит клетки. Можешь рассказать немножко про Рустам Керимова? Это еще один чемпион ACB, который ушел из этой организации, чтобы искать более интересные контракты и продолжать свою карьеру на Западе. Но при этом у Рустама Керимова, я так понимаю, не получилось. Вы ведь одноклубники. Вы вообще обсуждали этот момент, что он вернется в AC? Да, Рустам очень долго ждал, как и я. И команда. Я посоветовался, и команда. У него и визы нету. Проблема-то было, что визы нету. И как-то ему один раз отказали, если не ошибаюсь. И смысла не было долго ждать. Если я ему хорошие деньги предложил, то же, в России, для России это хорошие деньги. И Рустам, и команда, и тренера все решили, что он должен драться. Сколько можно уже проставить. Время-то идет. А вообще вот все говорили про Рустама Керимова после того, как он стал чемпионом, что этот парень очень перспективный из вашего зала и может себя очень круто показать в UFC, в Белатар, в любой другой лиге. Как ты считаешь, если бы он сейчас подписался в Белатар или в UFC, то он бы сейчас занимал какие-нибудь топовые позиции? Определенно. Определенно он хороших пацанов выиграл и очень уверенно выиграл. Чего стоит один Рахман Дудай, у них что за война была. У многих крепких пацанов выиграл, он себя показал бы. Но у нас в зале очень много таких пацанов. Это Имам Хейзери, если он воруется куда-нибудь, он себя покажет. Хасан, подрастающий. У нас подрастающие вот такие пацаны с рекордами, очень много. Я думаю, этот Рустам само собой показал себя очень хорошо. Любой организации этот, я думаю, он за титул претендовал минимум. Ты к этому бою, вот к последнему бою Белатар, готовился очень много в UFC Performance Institute с командой Хабиба. Насколько, ну то есть, что нового ты оттуда узнал, так скажем, в чем тебе это помогло в основном? Да, этот проток я прошел, можно сказать, с Хабиба команда, за что им большое благодарность, за то, что приняли команду. И я много чего набрал в плане партера, в плане физухи. У меня соперник-то другой был, поменялся на ходу, я был готов бороться, драться, биться. Вообще, ко всем сценариям был готов. И как-то этот бой тоже, ну, не скажу, что на легке, но без... Мне вообще после такой потоки вообще паники никакого этого не было. Я так уверен был, что я размажу любого, кого передо мной поставят. И набрал очень такую отличную форму с Хабиба команда. Ты говоришь, что хочешь бороться, как Хабиб, и махать ногами, как Забит. И вот реакция одна была Хабиба, что типа это борщ. А какую еще реакцию ты получал? Там много реакций было. Ну, это... Я стремлюсь этому. У меня, в принципе, так и есть у меня. У меня чуть Хабиба партера, и чуть Забита. Я бью развороты, там, ногами, руками, стараюсь, там, подзабита, там, какие-то удары в него брать. И партер, я смотрю, Хабиб как борется. Что-то оттуда, что-то оттуда беру. И как-то я своеобразный. У меня получился свой стиль между Хабибом и Забитым. Если так присмотритесь к моим боям, что-то это вроде есть стиль. После боя Петра Яна и Алджимейна Стерлинга. Алджимей Стерлинг был также в UFC Performance Institute вроде бы. Вот Умар с ним, например, фотография была у Алджимейна на страничке. Такой момент провокации. А ты видел Стерлинга там после боя с Петром Яном? Может быть, вы говорили о чем? Не, я там Мираба видел. Его-то так... Он там, ну, ходил там за всякие процедуры. Так, подходить там, такого-то не было. Ну, там он двигался сам со своей командой. Так, такого, как Умар, походу, тоже на процедурах Умар они встретились. Такой закидан зол, стильник, интересный. Для российской публики. Три штук. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова